Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у меня для вас рецепт арбузных цукатов. На моём канале есть ещё один рецепт арбузных цукатов. Ссылку на него вы найдёте в описании под этим видео. Там я готовила по другой технологии, а сегодняшний рецепт вообще другой. Нам сегодня понадобятся, конечно же, арбузные корочки, сахар и лимон. Корочки я заранее почистила и порезала на такие кусочки, вот таким фигурным ножом. Как всегда, точное количество ингредиентов вы найдёте в описании под этим видео. Я поставлю на плиту 3 литра воды. Вода простая, из-под крана. Опускаем арбузные корочки в кипящую воду. Воды должно быть достаточно, чтобы все корочки были погружены в воду. Пока арбузные корочки варятся в простой воде, я подготовлю все ингредиенты для сиропа. Воду засыплю сахар. Добавлю сок половины лимона и можно лимонную шкурку тоже туда в сироп. Если у вас нет лимона, можете взять лимонную кислоту, около пол чайной ложки. Я добавила половину, а остальную половину добавлю потом. Это поставлю на плиту и доведу до кипения. Арбузные корочки в простой воде нужно варить до такого полупрозрачного состояния. На это мне понадобилось 30 минут. Рядом уже закипел сироп. Теперь эти корочки отсюда сразу достаю из воды и сразу же кладу в сироп. Уже 20 минут на медленном огне я варю цукаты в сиропе. Они за это время стали мягкими и прозрачными. Я уже сняла с огня. Дам остыть 6-8 часов и потом будем продолжать готовить. Я арбузные корочки оставила на всю ночь в сиропе. Смотрите, после первой варки у меня еще очень много сиропа. Это так и должно быть, потому что арбузные корочки обязательно должны быть погружены в сироп. В противном случае они не будут внутри сочные. Сироп начал кипеть. Теперь сюда добавлю гвоздику. Если не любите гвоздику, можете не добавлять. Но арбузные корочки сами по себе с нейтральным вкусом. Поэтому я добавляю специи. Но если вы не любите, можете не добавлять. Сюда добавлю остальную часть лимона. Вместе с кожурой. Убавлю огонь. Арбузные корочки уже варятся в сиропе почти 10 минут. За это время они очень хорошо смягчились. Они по текстуре похожи на мармелад. Сейчас я отключаю плиту и дам опять же остыть полностью до комнатной температуры. Приблизительно 6-8 часов. Если даже оставите на ночь, ничего страшного не будет. Прошло 12 часов. Поставила опять же кастрюлю на плиту. Доведу до кипения. И буду варить около 5-7 минут. На этот раз буду варить до готовности. После второй варки арбузные корочки выглядят так. Они очень мягкие и прозрачные. Сироп начал кипеть. С этого момента буду варить от 5 до 10 минут до готовности. То есть будем варить до готовности. Может вам понадобится чуть больше времени, чуть меньше времени. Готовность проверяем по текстуре и густоте сиропа. Но сироп видно, что еще жиденький. Арбузные цукаты уже готовы. Сироп уже загустел. Густоту сиропа проверяем на тарелочке. Вот так берем ложечку одну. Вот так проводим ложкой. Если бороздка останется, значит уже сироп готов. Сироп уже готов. Я сейчас отключаю плиту. Дам цукатам остыть в сиропе. До комнатной температуры. Потом только сниму на решетку или на пергаментную бумагу. Что у вас есть под рукой. В горячем сиропе они выглядят так. Потом, когда остынут, немножко затвердеют. Пропитаются сиропом. И слегка затвердеют. Цукаты уже остыли почти до комнатной температуры. Я сниму на решетку, на пергаментную бумагу. Вот так можно вилкой аккуратно вот так разложить. Вот так оставлю на столе. Дам подсохнуть. К завтрашнему утру они у меня будут почти готовы. Потому что у меня в квартире очень жарко. Приблизительно 27-28 градусов. Вот от такого количества сиропа у меня осталось вот столько. На моем канале есть еще один рецепт цукатов. Под тем видео одна моя зрительница написала, что у меня чуть ли не суп получился. Но на самом деле такое количество соотношения воды и сахара необходимо, чтобы получить цукаты. В конце эта жидкость сироп уваривается и останется вот приблизительно 100-150 миллилитров сиропа. А этот сироп можно использовать в качестве пропитки для тортов. Цукаты я пока оставлю так. На следующий день утром сверху они слегка подсохнут. Я переверну в обратную сторону, чтобы они снизу тоже хорошо подсохли. Мои арбузные цукаты уже готовы. Я их поставила на сушку на балкон. Оставила там 3 дня. У нас очень хорошая погода, поэтому мне понадобилось 3 дня. Может вам понадобится чуть больше или чуть меньше. Можете поставить на сушку в духовке при 30 градусах. То есть на самой минимальной температуре. На это понадобится 3-4 часа времени. Может больше, может чуть меньше. Но я не люблю цукаты, которые сушатся в духовке. У них какой-то неприятный вкус. Это по моему вкусу. А вы посмотрите сами. Какой вариант из этих вам подходит больше всего. Цукаты у меня почти не липкие. Вот такие они. Они очень мягкие. Янтарного цвета. Прозрачные очень. Вот такие они внутри. Очень мягкие. Похоже на мармелад. По вкусу цукаты не сильно сладкие. Они даже сверху не засахарились. Это благодаря тому, что мы добавили лимон в сироп. Чувствуется легкий аромат гвоздики. Гвоздику добавляйте по вашему вкусу. Когда я готовлю арбузные цукаты, обязательно добавляю специи. Потому что арбузные корочки не обладают ярким вкусом. Поэтому нужно немножко ароматизировать и дать дополнительный приятный вкус. Но если вы не желаете, не хотите, вам не нравится, то специи не добавляйте. Теперь о том, как их можно хранить. Я подготовила пластиковый контейнер. Можете взять стеклянный контейнер. Или можете взять просто зип-пакеты. Теперь я подготовила вот такую бумагу. Между слоями буду класть пергаментную бумагу. Вот так кладу рядами. Я оставила только красивенькие. Если вы помните, у меня было два подноса арбузных цукатов. Один поднос мы уже съели. Мои попробовали. И очень вкусно было. Они даже не успели хорошо подсушиться. Вот так я сделала первый слой. Потом сделаю бумагу. Накрою бумагой. Вот так. И сверху опять второй слой. Можете разложить вот так плотненько. Ничего страшного с ними не звучится. Если вы заметили, я гвоздику оставила. Это для декора. Просто мне очень нравится запах гвоздики. Это был последний слой арбузных цукатов. Сверху опять же накрою бумагой. Если помните, я в начале видео, когда варила сироп, добавила лимонную кожуру. И вот это тоже вместе с арбузными корочками получились у меня лимонные цукаты. Это тоже я сюда поставлю. Они тоже очень вкусные. Их просто было жалко выбрасывать. Поэтому я так и сварила и засушила вместе с арбузными цукатами. Теперь контейнер закрою крышечкой и поставлю в холодильник. В холодильнике цукаты хранятся очень долго. Их можно даже хранить в морозильнике. Перед подачей, то есть за 30 минут до подачи, их достаньте из морозилки и дайте им оттаять. Они очень хорошо выдержат заморозку. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok